Так, очередной секретный выходной. Я делаю его для Вадима. Это будет сафари, ночное сафари возле Ченгмайского зоопарка. Это должно быть что-то такое, как мы сидим в вагончике, едем по ночному парку с животными, наблюдаем всяких разных обитателей его, и длится это где-то около часа. Должно быть, в принципе, интересно, потому что я читала очень классные отзывы, все люди довольны, и невероятно. Есть еще такой же вариант днем, но мне показалось, что ночью будет более романтично, что ли. Пока я тут иду, делаю сафари по улицам Ченгмая, это первый раз я в Тае одна, без Вадима хожу, в принципе, справляюсь. Но будет интересно, что один скажет по поводу этого сафари, потому что он пока что, естественно, еще не знает, что там будет. Посмотрим. Короче, жизнь-боль, понимаете? Жизнь-боль. Я вчера договаривалась про... что? Жизнь-боль. Мне нравится это начало. Ну и опять будет грустная музыка, да? Это, по-моему, меня преследует эта музыка. В общем, а, я договорилась вчера про то, чтобы нас отвез тук-тукер, и с его женой я обсуждала, что это секрет, и ни в коем случае Вадим не должен знать. Чувак нас должен отвезти туда и забрать назад. Он такой, да, да, вообще, конечно, все понятно, вообще, муа, все будет, очень-очень, радуй. И, короче, мы сейчас приходим, чтобы спросить, через сколько он нас заберет, ну, а она такая, а, ну, через два вам там понадобится два часа, и вы там увидите. И начинает рассказывать, что мы там увидим, потому что, ну, чтобы нам объяснить, почему два часа. Короче, Вадим примерно теперь понимает. Короче, короче, да, секретный выходной. В общем, я точно не развеялся, я точно не знаю, что там, но я понял, что там будут какие-то животные. И логика подсказывает мне, что, скорее всего, это может быть, например, зоопарк. Неужели? Зоопарк. Может быть, это не зоопарк, я еще не знаю. В общем, поживем, увидим. Так что, друзья, секретный выходной начался. А вот, кстати, мы погрузились в тук-тук. Сейчас мы двинем в место назначения. Вот наш водитель тук-тукер. Да, окей. Дикая скачка по городу Чангмай. Правда, круглого, как? Особенность Чангмая заключается в том, что, в отличие от Мангкока, здесь очень узкие улочки. Это как провинция же. Да, и, конечно же, дикая скачка по этому городу сильно отличается от поездки на тук-тук и по Таиланду. Потому что дороги здесь убогие, все скачет, и это добавляет еще определенного колорита к нашему секретному выходному. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Поход я вам в зоопарке, лица говорят, что нет, но я это не верю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрите, кто эти парни. Кто эти парни? Слушай, куда ты меня привезла, Алиса? Это Бэмби! Меня собираешься скормить этим... Да, головорезом. Таких стоят они, там не боятся. Ты посмотри на этих. Ребята. Они кусаться вообще будут? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По-моему, он все по барабану. Смотри, он его тискает. И все сверли. Ага. Кормить нельзя. Пойдем еще потискаем, Вадим. Давай сейчас билеты купим. Ну, как тебе первое впечатление? О, прикольно. Это такие звери какие-то интересные. Маленькие бэмбики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, они еще не боятся вообще никого. Тикет на что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что это где? Сейчас, наверное, станет тебе ясно, Вадим. Ага. Слушай, ну я пока приятно удивлен. По крайней мере, вот этими бэмбиками. Бэмбики очень милые. Я в камеру не смотрю, потому что смотрю по сторонам. Ага. Окей. Это вещеры непонятные водные. Лабиринт, что ли? Ой. Какой-то павильон там. Странно, что до животных, а не после. Мне показалось бы логично после этого делать. Вот следующая фирма Марвел, комикс. Да. Нет, нет, просто автоматически. Ага. Окей. Спасибо. Окей. По-моему, он по барабану пикает, не пикает. Идите. Мужчинку с 3 пропустили. Два, пожалуйста. Здравствуйте. Для ночного. Чем, майское ночное сафари. Это интересно. Что бы то ни было. В любом случае звучит завораживающе. Нас ожидает какая-то поездка на сафари. В ночном сафари, попрошу. В ночном сафари. Наверное, будут какие-то животные, я так полагаю. Я надеюсь. Логично мне звучит такое. А здесь мы вам покажем. Здесь находятся еще различные попугаи. Орут гадики. Какие-то родственники попугачки. Какатуа. Какатуа, наверное, как Аду. Какатуа, я думаю. Видишь видос, да? Они тут такие спокойные. Что он делает? Туда ходит, сюда ходит. Смотри, какой-то. А вот их друзья родственники там ворудут как сумасшедшие. Смотрите, тут есть отдельные сафари. Тут есть дневной сафари, есть вечерний сафари, есть шоу тигров, есть шоу каких-то трансвеститов, прыгающих по ночам, да, в каких-то труселях. Тут очень много всяких развлечений. Поэтому, ну, неистово вам советую. Мы еще, конечно, посмотрим, как это все выглядит. Вадим что-то непонятное снимает. Мы пока советовать не будем, пока еще сначала посмотрим. Я тебе советую, потому что уже классно. Посмотри, уже на ходе такой кайф. Я хочу потискать еще вот этих бэмби. Бэмби, пошли потискать бэмби. Для меня стало теперь совершенно очевидно понятно, почему этих попугаев называют ара. Потому что они орут. Орут жутко. Как у меня такие оручки. Они же гигантские такие, поэтому и орут. Посмотри, педикюрчик. Маникюрчик себе делает. Я не могу понять, это попугаи или какие-то курицы. Друзья, если вы хотите позаниматься петингом с животными, вот вам сюда. Приходите. Лиса правильно сказала. Она сразу знает, что советовать, рекомендовать. Рекомендует вам петинг с животными. Это не стыдно вообще. Это же наши родители будут смотреть. Видали, видали вообще? Ой, там что-то интересненькое. Пойдемте пройдем через мостик, что ли. Звоняшки там нарисованы. О, там жирафы какие-то. Я не знаю, живые они или нет. Нет. Да? Нет, они живые, Вадим. Реально живые? Да, они фигаются. Внимание, друзья, внимание. Они там лежат? А как нам туда? Слушай, там, по-моему, туда можно попасть, здесь проблемы. Я не думаю, потому что, скорее всего, это охранник, ну, эти, блюстители порядка. А вон, видишь, с той стороны мы можем подойти. Вон, максимум, там, где вот эти ребятки. Пойдем-ка посмотрим. Мне кажется, здесь есть прохот. Номинает что-то. Листики, конечно, торчат. Нет, мы туда никак не попадем. Да, на такое стекло здесь грязное, фигово снимается. А мы, друзья, мы, друзья, идем на охоту. На фото-охоту. Ну, слава богу. На фото-охоту на бэмби. Мы не знаем, чем это закончится. На бэмбиках. Где бэмбики? Где-то же они есть, наверняка. Вон он стоит. Слушай, а может, он не может 11 мест? Почему он стоит на одном-дом же месте? Ой, угоняют. Зачем бэмбику угоняют? Не надо бэмбику уходить. Мы же... А зачем? Ну, хотели его потискать, а его прогнали зачем-то. А, укусил меня, Маденыч? Ну так, не больно, но укусил. Укусил меня, гад. Ну, он, кстати, достаточно нормально прикусил. То есть не сильно больно. Что, у меня, наверное, опять грудь начнет. Недовольно. Приятно на ощупь этот парень? Да. Нет. Тепленький. Держи, стой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ага, тихо-тихо. 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 Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давай, попробуй. Ну, как если он вот так всего чут, он никуда не дит. Оленья селфи. Спела? Да. Ах, ты засыха. Олень, олень. Какая же ты засыха. А? Зачем сыр? Вообще-то один уже жир. Милый жирафик. Они одного куда-то они утащили, по-моему. Он как сидел полчаса назад с этим листом сжимал. Какой-то дурковатый. Он, наверное, из-за тот самый. Мелман. Ну, так я могу жарить. Смотри, какая болота у него. Ты шо? Ну, шо? Ты купался, чтобы было лучше? Так, кто сказал, что для того, чтобы купаться, может он так просто заходит и выходит. Что-то туда я не захочу. Ну, такой, кстати, аккуратный. У него такой гордый вид. Павлин-мавлин. Усталый. Что это ему показали? Все равно. Насокомерный верблюдик. Ой, жирафик. Ладно, пойдем посмотрим слонов. Мы, короче, там слонов еще обнаружили. Какое интересное место. Почти как зоопарк, тоже по-другому. Мы, короче говоря, идем к слонам, там было написано caution. Типа, будьте осторожны. Может быть, не бесит слона. Не сбить слоников. Она может психануть, кстати, да. А он и слоники. Привет. Где ученика? Борис немножко. Я не знаю, надеюсь, вам видно. Надеюсь, вам видно слоников. Они, кажется, идут к нам. А вон там, вот дальше вы видите вверху. Я не знаю, надеюсь, хорошо их на камеру видно. Но вот там просто офигенские горы. Очень красиво. Они такие в тумане. Джунгли прям такие непроходимые. Красота вообще. Горы здесь, конечно, природа здесь чудесная. Но может грызнуть нормально, да. Если Олежка так нехило кусается. Мне нравится, что его подругу уводят. Ну, хватит, страдающего подругу. У того очень жалко. Ну, посмотри, как это его. Молодого, что у него каких-то бетонных. Там он еще один. По-моему, как-то они тут не очень хорошие. Друзья, я не знаю, что вы по этому поводу думаете, но мне показалось, что эти животные, как-то с ними странно обращаются. Вид у них какой-то грустный, облезлый слегка. Мне странно, что их держат в бетонных загонах без воды, без травы, без ничего вообще. И один аж плакал, когда его водили от остальных. Да, он был один остался, подругу увели, он там расстроился по этому поводу. В общем, как-то мы начинаем подозревать, что что-то все здесь нечисто. Заходим в какое-то странное двородо. Какое-то шоу. Какое-то шоу, еще посмотрим, что здесь происходит. Сейчас мы увидим что-то вместе с вами, что мы еще сами не видели. Мы не знаем, как вы, что будет перед нами. Редактор субтитров А.Семкин «Бел 끝» А вот и мы, мы короче вышли из этого шоу. Ну вообще прикольное шоу было, конечно. Шоу «Ночные гады». Да, шоу «Ночные гады». Хорошие были ребятки, но мне кажется, они немножко такие затурканные. Они, понятно, что надрессированные. И когда мы все ушли, и закончилось этот визг, бой и аплодисменты, наверное, ну, боже, слава богу. Выдохнули. У нас ждет, судя по всему, очередное шоу. Сейчас посмотрим. Ты первая. Друзья, мы тут сюда пришли и увидели вот это. Я не знаю, он живой? Он живой! Видится? А у нас не нападет, он уже смотрит. Здесь он живой! Боже, бедный! Эй! Жуткое место! Жуткое место! В1! В1! Наиболее отличие Democr Jana. Ребτέ诺 решки! Нед. В1! В1! Память! Харо- Память! Агафара. Усение р眼-бок! Нед. Усения р跟你 севаثиara не позитивили с Rice. Мне нравится Вообще, ребята, здесь так красиво, как-то так спокойно Природа вроде там где-то должно быть тигриное шоу, но мне так нравится просто сам вообще ареал Красивенько все, смотри Вон, смотрите, да, такое вот озеро И там горы такие, прям джунгли, класс Очень красивое место Вон, шутки Вон, шутки Реані, беженlyn, да да да, да 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 бежен И вот и, доля, полет нужно,acho кого руководство Думаю. Д 맞아? Вы sign that, когда ударе Hermzy Сörни, воврем dèsщин Где касается В общем, ушли мы от тигров, что-то нам как-то стало немножко жалко, как-то они их, не знаю, может, только они за шугой, может их бьют, я не знаю, ну, в общем, ты что думаешь, Лиса? Я думаю, что да, они какие-то, ну, понятно, что у них погоняются этими прутиками, но тигруль прям сразу уши прижимались к телу, потому что, ну, явно их там, наверное, упасит трошки, я не знаю на самом деле, сильные или нет, может, просто тигр чувствует, что просто на ним кто-то давлеет и так прижимается, но мне, честно говоря, не очень понравилось. Ну, я тоже не люблю, когда над животными вздеваются, там, мне нравится, локейшн, конечно, грандиозная, Лиса, спасибо, очень классная локейшн, мне нравится. А тем временем мы уже выдвигаемся в сторону сафари, занимать очередь. Друзья, вы когда-нибудь видели черных лебедей? Я никогда не видел. Но сейчас у вас есть возможность у меня посмотреть на красивых черных лебедей с очень красочными клювами. Погрузка в сафари идет полным ходом, да. И мы не попали. Я надеюсь, нам не придется ждать еще час до следующего. Не, они же каждые 2 минуты там уже стоят очереди автобуса. Вообще было написано, каждые 15 минут отходит вагончик, но я не знаю. Давай назад, наверное. Да, давай. Господи, что же происходит? Какие же они дикие эти китайчики. Какие же они эти китайчики дикие, дикие. Отгоняют, начинают тут напрыгивать. Жуть какая-то. Друзья, мы погрузились. Пока что к нам еще никто не подсел, но я уверен, что обязательно подсядут. Ну, я не думаю, что нет. Ну да, там людей много, обязательно подсядут, конечно. Ой, тут гикося какой-то. Кто там? Гикося. Напал на нее ящер. Такой, вот такой вот ящер. А, реально такой маленький. Бэби ящер. Чуваки, нам просто не из того повезло. У нас целое место, надо нас двоих целых на Американ. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...